Сегодня 11 октября 2022 года, а пока в Ялте тепло. Ничего у нас тут особого не изменилось. На Московской улице все то же самое. За полгода что меня здесь не было. Какие шторы красивые. Мне бы надо шторы другие, но сейчас пока не до этого. Тепло на улице около 20 градусов. Очень хорошо. Очень хорошо. Дай Бог, чтобы тут бомбы не падали. Единственное, что хочется. Так, тут какой магазин. Оно тут все. Была очень занята. Только в магазин. Ходила несколько раз и все. Сейчас наконец-то я свободна. Ну, относительно свободна, потому что я без дела сидеть не могу. Так, чистый дом на месте. В общем, все пока, что было, то и осталось за полгода. Мало что тут изменилось. Самое главное, что изменилось. И сразу же я это заметила, когда приехала. Поменяли советскую плитку вот на эту. Везде. Это, конечно, очень хорошо. Конечно, я люблю все советское, но она уже топорщилась, понимаете, видимо, под действием корней и деревьев. И без конца люди запинались, и дети падали. И, конечно, да, плитка вечная была. Но, к сожалению, она стала отходить, и было очень тяжело по ней ходить. И вот за эти полгода, что у меня не было, плитку поменяли. Это очень хорошо. Сегодня у нас 11 октября 2022 года. Приехала я в Ялту 20 числа. 21-го узнала, что мобилизация в стране объявлена. И, честно говоря, я хотела уехать обратно. И какого же... 22-го числа я ехала на троллейбусе в Симферополь. Мне позвонил полицейский и сказал, что принес мне предупреждение. Поэтому, я думаю... Я вас приветствую. Привет. А вот тут как раз ко мне и подружечка пришла. Встретились. Давным-давно не виделись. Сейчас погуляем. Привет, дорогой. Ты меня не узнаешь? О, давно не виделись. Ну-ка, иди сюда, расскажи, как у вас там... Парк Харакс, говорят, открыли, да, для посещения? Кого? Парк Харакс открыли для посещения? Да, все лету люди ходят. Да, бесплатно. Ремонт продолжается, да. Да? И бесплатно там, да? Да. В общем, короче говоря, надо будет сходить. Я в этом году не был вопрос. Могу пошел вечером. Ага. Аварийный спуск. Он там садоводом 20 лет проработал. В парке Харакс. Отреставрировали. Санаторий Днепра, где Ласточкино-гнездо? Отреставрировали. Что там? Что там говоришь? Спуск Романовский отреставрировали. А? Вечером идешь под светом. Красиво? А то был заброшен. Ну, так надо сходить, съездить. Дядя Николая II там у него был. Григорий Михайлович Романов. Григорий Михайлович Романов. Да. Участки приобрел там. Там Депрев, Жемчужине, Ис-Верхний, Гастрин. Всем своим троим сыновьям. И вот там. Да. Они так же, как сейчас, и Путин всем своим дружкам. Так и раньше было так же. Архитектор Краснов создавал усадьбу. Всех своих сыновей обеспечивал. И Николай I еще. Всех своих родственников у всех усадьбы. Сейчас вот мы по ним ходим. Вот с подружечкой, с Валечкой гуляем. Гуляем. Угу. Погода великолепная. Да. Просто прелесть. Просто прелесть. Еще не холодно. Здравствуй, Леночка. Здравствуйте. Как настроение? Пускают. И я с ними на морвокзале. И кто перед ними? 120 человек накинулись. Почему не вызвали автобусы? Да. Ты должна отвечать. А кто там даст автобусы? Да. Это четыре автобуса ночью. Да. Мешно. Так что в советское время ты работала? Да. Да, да, да. Я туда пришла где-то в 75-м году. И доработала я до 84-го года. Почти до конца. До сервития, да. Вот уже вечер. А сколько времени? Мы перекусили с Валечкой. Все йод попили. Да, ну нам и этого хватит. Красивая Ялта, конечно. Он не бесплатно позирует. Вас снимают? Какие самонадеянные? Почему бы и нет? Он бесплатно не хочет сниматься. А мы бесплатно тоже не снимаем. Мы хотели рекламу сделать. А он какой-то мужчина. Вот все, восприем по-другому. Да, он из всего копейку хочет выжить. Но народу сейчас, конечно, мало. О чем речь. Уже октябрь. Красивый какой цвет. Небо. Ну давай. Моя подруга Леночка. Мы сейчас гуляем по Ялте. Погодка великолепная. Музыка только закончилась. Тут жалко, да. Лена, ты хорошо смотришься. Ой, ну я не думаю, что я там хорошо смотрю. Хорошо. Все, пока-пока. Народа мало. Хорошо. Подружка моя убежала к своему внучку. Так, внучку, по-моему, 9 лет. А я не спеша. Но я на говлюках потихонечку успею до дома. Бандурист на месте. Кое-какие изменения здесь есть на набережной. Тут не так давно была кафешка Сластеныш. Я даже удивилась, что такое дешевое кафе появилось на набережной. Очень его любила. Ну, по-моему, оно куда-то исчезло. Я сейчас еще раз пройду. Уже мы насыпали. Его не нашли. Так, что здесь все очень дорогие. О-хо-хо-хо-хо. Какие яркие, красивые цветочки. Антонales. Продолжение следует... Продолжение следует... Бабка уличит. Бахач課. Боже, с буквой Z какой-то идёт. Экземпляр. Вот здесь это дешёвое кафе. Поработало. И всё. Сейчас посмотрю. Мы первый раз шли в первую дорогу. Не заметили. А гастроном номер один открылся. Крымская косметика. Всё меняется, меняется. Распродажа. Да. Вот, видимо, там, где гастроном номер один, там, наверное, оно было, это кафе. Жаль. Мне оно очень нравилось. Да. Одиннадцатое октября. Люди сюда едут отдыхать. Многие не знают, что купаться здесь после 20 сентября уже практически невозможно. Редко уже купаются. Так что только до 20 сентября можно ехать сюда отдыхать. Если хотите купаться на море. Вот и я. Уже прохладно. Надо ехать домой. Поеду сейчас. Наталью и все. Вообще я не люблю в пустую гулять. Обязательно что-то снимаю. Или по пути какие-то дела делаю. Но вот сегодня просто встретились с подружкой. И просто проинспектировали набережную. Как она сейчас выглядит, что изменилось или нет. А в подсознании все равно сидит, конечно же, мысль, что совсем недалеко идет война. Дай Бог, чтобы она сюда не пришла. Ну и все. Пошла домой. И. Продолжение следует. В описании. Прот. Продолжение следует.